И снова, здравствуйте, всем привет! Итак, давайте в этом ролике, значит, ставим порталы. Для чего они нужны? Для того, чтобы путешествовать между сценами. Допустим, вы через портал уходите в другую сцену, где у вас, допустим, какая-то другая игра, и собрать бонусы какие-то. Потом вернуться, допустим, назад в эту же сцену. Уже с какими-то инвентарями, допустим. Так, погнали. Значит, что нам понадобится? Нам понадобится два плана. Давайте добавим, так, add. Найдём mesh, найдём план. Подгоним его транспозом с помощью mov. Ну, куда-нибудь здесь вот, да, поставим. Так, небо я пока отключу. Так, где у нас теперь план? Находим план. И подготавливаем, как бы устанавливаем его, да, где-нибудь пока, пусть даже кривовато. Но нужно сразу его, как бы, подготовить и растянуть. Сделать побольше по нашему мастерсону, чтобы потом он, значит, не увеличивался. Значит, жмём Ctrl-A и делаем Skyl, потому что уже была изменена, значит, ну, размер. И Ctrl-A изменим локацию. Вот. Чтобы он уже находился именно в этом месте. Так, теперь, что понадобится. Так, он находится выше. Ну, пока давайте его опустим пониже. Так, и, наверное, я пока, пока привяжу к этому диаметрии. Shift-D. Делаем дубликат. Пока сюда поставим. Опустим его пониже. А потом всё применим. Skyl и так далее. Итак, есть, как бы, два вот, две намётки портала, да. Так. Давайте эту. О, на бугру находится. Так, теперь первому порталу открываем боковую панель. Значит, вот этот у нас первый план. Назовём его по-английски. Давайте PR. Так. По-английски. PR-1. Так. Второй план у нас будет, значит, PR-2. Правильно. Enter. На PR-2 пишем тоже PR-2. Enter. А на PR-1 ставим property, ставим PR-1. Так. Тут вроде бы пока всё просто, да. Потом вот эти выставим. Float и так далее. Так. Оставляем пока эту штуку. И выбираем наш, значит, хитбокс. На хитбокс добавляем два property и добавляем, значит, PR-1. Enter. И добавляем PR-2. Enter. Так. Здесь потом выберем вот эти вот настройки. Подгонимся потом. Попозже. Сейчас вот самое интересное. Нужно выставить все вот эти настройки на хитбокс. Погнали. Будет интересно, будет очень долго. Возможно, быстро, возможно, долго. Так. Итак, добавляем, значит, Near и второй раз Near. Так. На Near добавляем сюда. Пишем PR-1. Enter. А сюда пишем PR-2. Enter. Давайте я повыше вот так вот. Опа-на. Так. Сюда ставим 0.1, то бишь 100. И сюда ставим 0.1, то бишь 100. Так. Здесь у нас такая же песня. 0.1, то бишь 100. И здесь у нас 0.1. Всё. Повторили. Так. Теперь с этой стороны добавляем два property. Давайте побольше. Вдруг вы будете пересматривать, да? И находим property 1 и property. Так, это рандом, не надо. И property 2. Значит, на property 1 вот этот ставим PR-1, а сюда ставим PR-2. Откуда взялись вот эти PR-1 и PR-2? Они взялись именно с хитбокса и взялись они вот с этой боковой штуки, которую мы создали. Property. PR-1 и PR-2. Так, теперь это соединяем, значит, 1 noar, near, значит, в property и это тоже сюда. Вроде бы здесь всё нормально, да? Но допишем сюда, допишем сюда, значит, фалсы. Так, и сюда тоже такую штуку. Так, это пока дело скрываем, чтобы нам не мешало. И добавляем три property. Раз, два. Три. Добавлено вот сюда три property. Настраиваем, значит, здесь. Итак, здесь теперь ставим PT-2. Наоборот, тут был, вот, здесь был PT-1. Мы теперь ставим PT-2. Фалсы печатаем сюда. А здесь ставим, так, PT-PR-2. Так, погодите, PT-2. А тут ставим PT-1. И тоже печатаем фалсы. Так, дальше внизу у нас стоит плеер. Плеер это у нас хитбокс. По прошлым роликам он назван хитбоксом. Значит, так, здесь стоит EGUL, EGUL этот, а здесь ставим NOT, а здесь ставим, значит, интервал. Вот таким вот образом. И интервал здесь ставим 1, ENTER, а здесь ставим 2, ENTER. Так, следом ставим галочку SKIP и поставим где-то метров, давайте пока 30. Так, и включим TAB. Вот это вот пока 3 вот эти вот плашки настроек. Давайте с этой стороны теперь подключим. Так, добавляем 2, STIRING вот этот, и ещё один STIRING. И добавим сразу ещё один PROPERTY. Вот так вот. Так, сюда на STIRING, сюда на STIRING ставим, значит, PR-1, а сюда ставим PR-2. Всё пока так оставляем. Так, значит, на PROPERTY ставим PLAYER и ставим 1. Так, и подключаем, значит, этот PROPERTY к STIRING, этот, значит, к этому STIRING, а этот, а вот эту штуку, PROPERTY, подключаем к PROPERTY. Так, запоминаем. Если что, делайте скриншоты, чтобы потом, значит, это всё дело как бы подключить. Так, пока это дело опять же сворачиваем. Вот таким вот образом, чтобы нам это пока не мешало. Так, теперь добавляем, значит, какую штуку, ещё добавляем сюда PROPERTY. Добавляем PROPERTY, здесь ставим за место EGUAL, NOT EGUAL, здесь ставим PLAYER и здесь ставим, и здесь ставим, давайте, троечку. ENTER. Так, теперь нам понадобится 3 PROPERTY. Находим PROPERTY, находим PROPERTY и находим ещё одну PROPERTY. Так, здесь будет зеркалка. Получается у нас зеркалка с порталами и зеркалка, значит, в одну сторону и зеркалка в другую, чтобы персонаж ходил и туда, и сюда. В принципе, тут уже понятно простенько, да? Вот, когда это вы всё подключите, потом уже, как бы, понимание придёт, когда все вот эти подключения будете делать, уже, как бы, она будет пониматься. Возможно, что-то вы будете не знать, но, как бы, принцип обрисуется в этой, значит, штукенции. Так, значит, так, здесь ставим PLAYER, ставим ему 0. Здесь ставим, значит, TPPR1 и пишем TRUE. А здесь ставим PR2 и пишем тоже TRUE. Так, вот такая, значит, ещё тут настроечка. Вот такая штука. И, значит, это подключаем сюда. И от него к одной вот этой ветке 3 вот этих PROPERTY цепляем. Так, ну, теперь самое интересное, нужно вот здесь вот связку сделать. Давайте внимательно только, смотрите, как будет делаться связка. Так, у нас есть вот он, Steering 1, вот он, PR1, да? И Steering PR2. Значит, вот эту PROPERTY, которая под ними, вот, вот эту, мы соединяем, значит, с первым Steering, вот так. И, значит, соединяем его со вторым, вот такой вот связкой. Смотрим. Повторяю, повторю, значит, PROPERTY. Соединяем с первым Steering и со вторым, нижним вот этот. Так, этот нижний у нас PROPERTY, он идёт на PROPERTY PLAY 1, 2, INTERVAL. Вот эта штука. И мы его соединили с двумя порталами. Так, добавляем теперь вот это пока. Так, давайте я вот это оставлю, а вот эти 3 пока сверну. Так, нам нужно теперь добавить 2, значит, добавить 2 VCBT. И ещё один. По прошлым роликам, для чего он нужен, это, значит, видимое и невидимое. Вот такая штука. Так, и нам нужно, значит, вот эти стиринги, вот эти порталы связать, значит, вот с этими VCBT, чтобы они не были видны. Вот такая штука. Так, значит, от первого стиринга ведём к первой VCBT, а от неё ведём ко второй. Так, а вот этот, ну, нижний VCBT, подключаем, значит, вот к последней, так, вот к этой, последней PROPERTY нашей, да, получается, какая. Они все подключены, значит, сюда, значит, вот к последней, в эту связку. Так, где-то вот такая штукенция. Так, нам теперь понадобится вот эти, пока я оставлю, вот эти VCBT, их надо будет сделать невидимую и отключить вот эти галочки. Так, чтобы это дело пока нам понадобится, чтобы видеть наши порталы. Давайте опустим вот эту всю окошку и смотрим. Так, 0 на нампаде, допустим, P английская, и мы идём вот в этот портал. И мы не можем зайти, почему? Давайте поднастроим. Теперь, значит, выбираем вот этот портал, ставим static, action, ghost. Так, и тут ставим static, action, ghost. Заходим на нашего, значит, гражданина, hitbox. И нужно вот здесь вот тоже ему поставить за место floor. Давайте поставим boolean. И тут поставим boolean. Так, а им, вот в этих их окошках поставим, не целое, да, это получается, это целое, string, нет, не string, float, вот, не целое число. И тут тоже флот. Так, всё нормально. Они у нас отзеркаленные. Всё зашибись, да? Так. Ну, давайте опять 0 на нампаде делаем P. И пошлите в портал. И вот мы появляемся, оп, и унесла нас куда-то штукенция. Так, смотрим, что не так. Смотрим, что не так, значит, отсюда настройки вот этой штуки. Так, попробуем на портал поставить стринги. А ну-ка, раз. И тут поставим string. Static, а ну-ка, 0 на нампаде. И P, английская, ещё раз прогуляемся. Так, а ну-ка. Ну, видно, они рядом стоят. Я поставил 30 метров, да? И, в принципе, персонаж перемещается. Но только как-то кривоватый становится, да? Его как-то перекручивает что-то с камерой. И камера, значит, перемещается. Поэтому надо посмотреть, что у нас с камерой. Если на камеру поставим актуатор, поставим, значит... Ну, пусть будет 12 и поставим тоже буриан, допустим, да? Значит, P, английская. А ну-ка. Ну, 30 метров вот поэтому многовато. Я почему 30 поставил, чтобы можно было... Так, а тут что у нас получается? А в эту он не хочет, как бы, заходить, да? Так, значит, применяем вот этой штуки. Ctrl-A. Допустим, локацию. И вот здесь применяем Ctrl-A локацию. Можно применить Ctrl-A, Alt-Transformation. И тут Ctrl-A, Alt-Transformation. Так, теперь 0 на нампаде. Пробуем P. И еще разок туда же, да? Ну, вот уже как бы крутит-вертит нашего персонажа. Давайте попробуем теперь, значит, вот эти вот порталы подальше друг от друга поставить. Так, давайте их выберем. Семерка на нампаде. Значит, R перекрутим. Выберем какой-нибудь портал. И уведем его подальше. Так, этот портал сюда. Так, а этот портал сюда. Теперь, значит, 0 на нампаде. Поближе к камеру. Делаем, а ну-ка, P. И побежали. Сейчас, может быть... Так, придется немножко еще, значит, подкорректироваться, да? Так, вот в этот портал, что-то он вообще никаким боком не хочет заходить. Бежим дальше, бежим, бежим, бежим. Далеко уже развел, все, зашибись. Здесь очень далеко. Так, а ну-ка, побежали, побежали. Так, а тут он высоко стоит. Так, а ну-ка. Этот пониже, поближе, повыше. Ну и к этому, чтобы так далеко не бежать, давайте вот сюда его, да? И повыше. Так, а ну-ка, 0. А ну-ка, P. Так, вот с этого он, значит, проникает, да? И его потом что-то несет, несет, несет. Куда-то он едет, перемещается в тот портал. Это дело нехорошо. Давайте вот порталом вот эту отключим, значит, актор. Так, и тут тоже отключим гост актор. И, значит, я же их передвигал. Сделаем Ctrl-A. Локация, да? И тут локация. А ну-ка, 0 на нампаде, чтобы ничего не сбивалось. Так, вот он теперь не заходит. Почему? Потому что у статика отключил я актор вот этот. И гост, да? Возвращаем. Так, получается. Здесь стринг. Итак, давайте немножко теперь проверимся, что тут как произошло. Так, выбираем, значит, наш хитбокс. Смотрим. На хитбокс стоит плеер таймер. ПТ-1 стринг стоит. И ПТ-2 стоит стринг. Так. На буллин он как бы не захотел работать, да? И на стричь это тоже не захотел. Так, все настройки здесь тоже самое. Всё вот это всё подключено так, как я и показал. Единственное, что нужно отключить висибики, вот эти вот. Это значит, когда у вас в игрушке, чтобы порталы были невидимые. Вот так вот. Так, здесь всё то же самое. И проверяем наши порталы. Давайте посмотрим. Так. Один портал, значит, стоит вот в эту дверь. Смотрим, что у него тут настроек нет. И смотрим, какие у него проперти, да? Стринг. Вот. ПТ-2 стринг. Так. Смотрим дальше, что у нас происходит. Один стоит к шерифу. Вот сюда вот. Находим ПТ-1. Вот оно. Так. Чуть-чуть выше поднимаем. Где-то что-то перекрутить. Где-то что-то подогнать. Где-то что-то перекрутить. Построить. Ctrl-A. Skyl. Так. И теперь у него то же самое. Стоит стринг. Так. Значит, что у нас получается. Давайте посмотрим дальше. А ну-ка. Ноль на нампаде. А ну-ка П. Так. И вот теперь я, значит, что? Бегу-бегу-бегу. Значит, к шерифу. За мной, допустим, погоня. И я, значит, забегаю. Оп. Открываю дверь. И захожу. И выхожу уже, значит, вот чуть-чуть хреново я выхожу, да? Но выхожу уже именно в другом здании, из другой двери. Так. Теперь, значит, если я сюда попадаю. А ну-ка. G. 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 Здесь я, значит, остаюсь вот в этой комнате, да? Единственное, что у меня камера немножко, как бы, перекручивает. И теперь, если я зайду в эту сторону, то я окажусь опять у шерифа в хате. Ну, в принципе, неплохая штукенция. Единственное, что настроить нужно камеру. Видите, она очень далеко от персонажа. А здесь я, если сейчас выйду, так, я окажусь, вот правильно я вышел, да? На балконе. Единственное, камера у меня неправильно вышла. Потому что она далеко от персонажа. И вот так я теперь могу путешествовать. Значит, даже если я сейчас одну вот эту возьму, ПР-ку, и перекину в другую сцену, создам вот здесь вот, допустим, еще одну сцену, добавлю, и туда перекину эту ПР-ку, то я буду во второй сцене оказываться. Там, где, допустим, каньон или еще штука какая-нибудь, да, какой-нибудь логический там, значит, как его называют, ну, какая-нибудь сценка, да? Единственное, мне нужно теперь, вот, камера, видите, у меня очень далеко от персонажа. Если 0 на нампаде, сделаю Shift-F, так, Shift-Y здесь, пардон, я не менял. Так, раз, и вот поставлю поближе, допустим, вот, ну, в таком положении, да? 0 на нампаде, а ну-ка, П. Пойдемте погуляем. Ну, а так вот не видно ног. Нужно камеру настраивать на несколько точек. Так, здесь дверь можно открывать, не используя клавишу, а просто, как бы, сенсором, да? Так, здесь я, значит, переместился, здесь у меня все зашибись, моя хата. Так вот. Так. И теперь, значит, я беру здесь, что мне надо, и, значит, хлоп, и оказываюсь в другой хате. Вот, единственное, что у меня камера, вот, теперь хату эту перекручиваю тут. Раз, раз, раз. Чуть-чуть. Тут, как бы, или хата стоит криво, с полом. Или камера у меня, не, скорее всего, с хатой что-то стало, да? Надо тоже с этим делом разбираться, но, в принципе, порталы работают. Вот, вы видите, да? Так, теперь S-K. И давайте, наверное, строим, чтобы порталы были невидимые. По настройке, то, что они должны быть невидимыми. Вот, вот эти вот, значит, порталы, да? Так, а что если им поставить просто, как бы... Заходим на портал, добавляем, допустим, просто вот так, значит, always, и добавляем, что у нас, visibiki. Всегда невидимые, допустим, да? Вот. Так, теперь PR1, то же самое, always, и тут ставим тогда, опять же, visibiki. Опять же, невидимые, а ну-ка. Ноль на нампаде. А ну-ка, P. И проверяем сейчас, если он невидимый, те надо будет удалить. Потому что как-то они подключены, интересно, да? Так, а ну-ка, G. Во. Видите, вот теперь он невидимый. Бац, я там, где надо. Телепортнулся. Всё. Тогда заходим на вот этот, значит, наш хитбокс, и вот эти, значит, visibiki, вот эти вот, они тут нафиг не нужны. Всё. Оставляем только вот эти все базовые настройки и экспериментируем, значит, ближе дальше, больше, меньше. Вот это всё крутим, вертим, подгоняем до нужного, значит, знаменателя. Это расстояние между хатами, расстояние между, допустим, сценами. Там больше надо, наверное, будет ставить, чтобы он, ну, туда телепортнулся. Ну, и, значит, настройка камеры. Всё. Всем пока. До свидания. Вот такая, значит, штукенция. Уже чуть-чуть, значит, подольше. В следующем ролике давайте привяжем ему вот этот бронежилет. Посмотрим, как он, значит, устроен. Дополнительная рубаха защиты. Ну, и потом, значит, нужно будет опять искать интеллект для врагов. Думать, как сделать ловушки. Вот, кстати, одна ловушка уже, видите, он может попасть, значит, в петлю. И чтобы выйти, допустим, из хаты, ему нужно будет, как бы, открыть второй портал. А второй портал может только открыть, допустим, ну, какой-то артефакт, да? Который, если у него есть, он его откроет. Если нет, он начинает, допустим, игру с самого начала. Вот, а это, чтобы ловушка, вот эти все порталы, ловушки, возможно сделать, чтобы они, как бы, меняли местоположение, чтобы их, как бы, искать можно было, но чтобы логика была в поисках, да? Вот такая штукенция. Так, все, всем пока, до свидания.